МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа Крик, криминал и комментарии. В студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вернули на пересмотр суд присяжных для вора в законе. Дети под колесами, аварийные будни летних каникул. Клин к клином. Воровская месть столичного пенсионера. Дело Пичугинской преступной группировки будут рассматривать присяжные заседатели. Такое решение принял Верховный суд КОМИ в ходе повторных предварительных слушаний по резонансному процессу. Напомним, первоначально он стартовал в марте этого года, причем без народных арбитров. Это обстоятельство не устраивало подсудимых и их адвокатов. Они обжаловали это решение во 2-м апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. В тюрьме 3 года уже под следствием. Под следствием это выгод. Это негуманные, бесчеловечные. Под следствием только 3 года. Нас лишили сюда присяжных. Вот это не закон. Не обоснован. Суд хочет разбираться, как и следствие. 18 фигурантов, кроме создания ОПС и банды, обвиняют в серии убийств, похищении человека, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, вымогательстве и мошенничестве. По версии следствия, группировка из уголовников и спортсменов с начала 90-х была самой мощной на территории Республики Коми. Кроме предполагаемого лидера, вора в законе Юрия Пичугина, в нее входили лидеры преступного сообщества Виктор Карпов, Хадис Азизов и Сергей Вануйта. Еще три фигуранта, Актай Афиндиев, Махач Азизов и Игорь Пормон, заключили досудебное соглашение с прокурором, изобречали подельников и в прошлом году выслушали свои приговоры. Дать показания в отношении вора в законе – это очень серьезный шаг, на самом деле. Все преступные, особенно Акт, у нас люди особо интересовали, чьи показания могли нам раскрыть картину происходящего. Все прекрасно осознавали, что Пичугин Юрий Викторович никогда ничего не забывает, никому ничего не прощает. И люди соглашались раскрывать преступную деятельность сообщества и его членов только с условием изменения их анкетных данных и применения к ним мер государственной защиты. В деле есть засекреченные свидетели, которые в целях безопасности не могут открыто давать показания. Кроме того, имеются сведения, предоставляющие некую гостайну. Это обстоятельство и было главной причиной первоначального отказа в суде присяжных. После отмены этого решения громкое уголовное дело будет рассмотрено другим судьей. Теперь предстоит решить непростой вопрос с формированием коллегии заседателей и обеспечения их государственной защиты от любой внешней угрозы и давления. Сразу три аварии с участием детей произошли за два дня в столице Коми. Причиной послужило как халатное поведение самих юных пешеходов, так и несоблюдение водителями элементарных правил дорожного движения. В итоге серьёзные травмы, в том числе тяжёлые переломы. Последствия в обзоре Ольги Коняевой. Вечером 8 июня во дворе дома по Октябрьскому проспекту в микрорайоне «Орбита» Hyundai Solaris сбил 13-летнего подростка. По предварительным данным, ДТП спровоцировал сам пострадавший, который неожиданно для водителя выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Удар был такой силой, что правое крыло и двери на марке деформировались. Школьника с сотрясением головного мозга, переломами затылочной кости и двух рёбер госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. На следующий день в ДРБ оказался другой юный пешеход-торопыга из Эжвинского района столицы. Прямо на глазах матери четырёхлетний мальчик угодил под колёса машины. Двигаясь с дворовой территории дома 9 по улице Новосёлов Эжвинского района, совершил наезд на ребёнка 2016 года рождения, который выбежал на проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мальчик 2016 года рождения, который с переломом теменной кости, переломом правой ключицы, ушибом головного мозга лёгкой степени был госпитализирован в детскую республиканскую больницу. По предварительным данным, пострадавший ребёнок вместе с мамой возвращался с прогулки домой. Догоняя женщину, малыш выбежал на проезжую часть прямо перед автомобилем. Автоледи заметила его в самый последний момент. Пыталась вывернуть руль вправо, но избежать наезда не удалось. Впрочем, как и участницы другой аналогичной аварии. Водитель с 71-го года рождения управлял автомашиной «Ниссан», двигалась по улице Пушкина. При выполнении манёвра правого поворота на улицу Советская совершила наезд на пешехода, мальчика 2011 года рождения. По предварителям данных, мальчик шёл пешком, держа в руках самокап. Однако с объяснениями ребёнка и его родителей водитель была не согласна. По словам женщины, проезжую часть мальчик пересекал верхом на самокате. По факту аварии проводится проверка. Столичные автоинспекторы разыскивают водителя кроссовера, который 6 июня на парковке торгового центра по Октябрьскому проспекту совершил ДТП. По предварительным данным, в 12 часов дня тёмная иномарка, сдавая задним ходом, ударила дорожный знак «Пешеходный переход». Водитель на несколько секунд остановился, видимо, для оценки обстановки, а затем покинул место аварии. По факту дорожно-транспортного происшествия в полиции проводятся административные расследования. Сейчас стражи порядка устанавливают личность нарушителя, совершившего столкновение. Всех, кому что-либо известно об этом происшествии, силовики просят сообщить по телефону, который вы сейчас видите на экране. В Сыктывкаре 70-летний мужчина пошёл на преступление, желая отомстить товарищу. Мужчина взломал гараж приятеля, вывез из него всё ценное. Вот только использовать имущество по назначению пенсионер не успел, его задержали. Позже показания пенсионера послужили поводом для привлечения к уголовной ответственности ещё одного человека. К чему может привести предательство близких людей, знает Антон Булаев. В конце апреля в полицию обратился 33-летний Сыктывкарец с заявлением о взломе и хищении имущества на сумму более 60 тысяч рублей. По словам потерпевшего, неизвестный проник в его гараж и похитил весь инструмент. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Сыщики установили, на соседнем здании установлена система автоматической видеозаписи. 18 апреля одна из камер зафиксировала подозрительного пожилого мужчину, который сначала долго прохаживался по стоянке, а затем приехал туда на внедорожнике с прицепом. Владельца Нивы задержали. На первом же допросе 70-летний пенсионер во всём признался. Приехал по месту нахождения гаража улицы Морозова, где путем срезания замка проник в гаражное помещение, где похитил личный инструмент. В болгарке мотоплуг и личное имущество, принадлежащее потерпевшему, после чего перегрузил данное имущество себе на автомобиль, на прицеп, после чего вывез данное имущество и уехал за пределы города Сыктывкара и спрятал в своем гаражном массиве, где в дальнейшем сотрудниками розыска данное имущество было обнаружено. Воришка рассказал, на преступление его толкнуло желание отомстить владельцу гаража за непростительное предательство. По словам пенсионера, за месяц до этого, когда его несколько дней не было дома, сожительница пригласила в гости друга семьи. Наш заявитель распивал с сожительницей гражданина нашего алкогольные напитки и в ходе распития выяснил, что у него имеется дома сейф, в котором находятся денежные средства. Соответственно, воспользовался тем, что она в алкогольном опьянении взял ключи, открыл сейф и похитил оттуда денежные средства в размере 5000 рублей. Вернувшись из командировки, мужчина обнаружил пропажу денег из сейфа. Сожительница под натиском пенсионера призналась, что в квартиру не так давно приходил его друг, который вполне возможно и похитил деньги. Простить предательство сыктывкарец не смог и решил отомстить. 33-летний владелец гаража на следствии признался в хищении 5000 рублей и тут же вернул их потерпевшему. Однако этот поступок не помог ему избежать уголовного преследования. Теперь оба бывших приятеля окажутся на скамье подсудимых. Программа «Крик, криминал и комментарии» подошла к концу. С вами была Ксения Лосева. Этот и другие выпуски программы смотрите на нашем сайте yurgan.rf. Следующий обзор криминальных происшествий вы увидите в среду. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова